Добрый вечер! Это информационно-аналитическое шоу. Смотрите сами. И мы с вами окунемся в панораму важнейших событий тем, что одинаково волнуют и тех, кто учится, кто преподает, кто исследует и открывает новые горизонты. И в конечном счете все общество. Итак, поехали! Но начнем мы с того блока, что называется официальное сообщение. Впрочем, сегодня оно касается весьма значимого для прошлого, настоящего и будущего Казанского федерального университета события. А очень скоро Россия, все мировое научное сообщество будут праздновать 225-летие со дня рождения Николая Ивановича Лобачевского. И вполне объяснимо, что именно в Казанском университете, строителем которого Лобачевский был в самом широком смысле этого слова, весь 2017 год будет проходить под знаком его имени. В те дни, когда страна честовала российскую науку, в императорском зале Казанского федерального университета, построенного, к слову, тоже при ректорстве Николая Ивановича Лобачевского, был дан официальный старт году и его имени. Прозвучавшая в этот день актовая лекция ректора КФУ Ильшата Гаафурова так и называлась «Николай Лобачевский – строитель Казанского университета». 11 февраля в Казанском федеральном университете состоялось торжественное открытие года Лобачевского, который приорочен 225-летию со дня рождения великого российского ученого, а также ректора и строителя Казанского университета. Торжественное открытие года Лобачевского началось в выступлении хоровой капеллы университета. Вторую субботу февраля знаменовало лишь одно. С этого дня официально стартует череда специальных переприятий, посвященных Николаю Ивановичу и его научному наследию. Первым из них стала открытая лекция ректора КФУ Ильшата Равкатовича Гаафурова. В семья переехала Казань. Николай Иванович поступил в гимназию. С успехом закончил. И буквально через короткое время стал студентом Казанского императорского тогда университета. И вот с этого времени связь с университетом практически никогда не прерывался. Лекция Николая Иванович Лобачевский, ректор и строитель Казанского университета, стала неким экскурсом в годы, проведенным Лобачевским в Казанском университете. Основной темой лекции стало открытие таких черт великого строителя, как лидерство и созидание. Открытие года Лобачевского основывалось не только на выступлении ректора университета, но и директора Института математики и механики имени Лобачевского. Максим Хромченков рассказал немного о жизненном пути и преданности городу юности Казани. Николай Иванович, безусловно, заслуживает определения главной. Это открытие, имеющее двух с половиной тысячелетнюю историю. Нужно об этом помнить всегда, что вот в истории человечества бывают феноменальные достижения, связанные с разрешением труднейших задач. И вот одна из таких задач, это была загадка пятого постулата, Евклида. И вот именно Лобачевский путем создания неевклидовой геометрии разрешил эту задачу. Как рассказал профессор Института математики и механики имени Лобачевского Марат Русланов, вплоть до первого декабря в КФУ будут идти открытые встречи, на которых будет популярно рассказываться не только о гении самого ученого, и о математических, физических и других талантах, но и о самых интересных загадках математики в целом. Лекции будут проходить в императорском зале Казанского федерального университета. Ну, первая лекция состоялась, я прочитал Ишат Равкатович. Лектория состоит из трех блоков. Первый блок – это лекции о Лобачевском, его научная деятельность, его административная, общественная и педагогическая деятельность. Прочитают эти лекции ученые Казанского университета, а также ученые из Петербурга, Москвы и других городов нашей страны. Это ведущие математики, специалисты в этих областях. Стоит отметить, что Николай Иванович Лобачевский в течение 40 лет преподал в Казанском университете, в том числе 19 лет руководил им в должности ректора. Его активностью умело руководство вывели университет в число передовых российских учебных заведений. По выражению историка русского права и, конечно же, ректора императорского Казанского университета И раз уж мы погрузились в историю, не лишне напомнить, что среди первых направлений знаний, которые преподавались в стенах Казанского университета, была среди еще нескольких дисциплин медицина. По большому счету, вся Казанская медицинская школа образования, база фундаментальных медицинских исследований исторически берет свое начало развития именно в университете. И поэтому вполне оправдано было, что именно на заре обновления университета, в его обновленной структуре, появился Институт фундаментальной медицины и биологии. И сегодня, являясь одной из самых крупных образовательно-исследовательских баз страны, этот институт весьма строго и внимательно подходит к такому принципиальному вопросу, как качество медицинского образования. Это тем более важно, если вспомнить, сколь много претензий у населения сегодня к людям в исторически белых халатах. Как высока тревога в обществе, что многочисленные реформы в сфере высшего образования и медицинского, в частности, привели к тому, что через 10-15 лет профессиональных медиков в стране может просто не остаться. Я уже не говорю о перспективах участия наших медицинских школ и практик конкурировать в глобальном мире. Все это стало предметом крайне интересного, на мой взгляд, ток-шоу, которое прошло в КФУ на минувшей неделе. Как и о чем говорили? Что думают студенты о своем образовании? Преподаватели, работодатели и потребители медицинских услуг. Почему иные студенты ноют, что трудно учиться, а другие, выражаясь языком израильской медицины, готовы харкать кровью целое десятилетие, чтобы затем стать высочайшими профи и самыми уважаемыми в обществе людьми? Фрагменты ток-шоу. Смотрите сами. Я нисколько не говорю, что у вас плохие преподаватели или где-то работают плохие преподаватели. Проблема заключается в том, что мы просто-напросто были закрытыми, вот это был железный занавес. И если взять многие ваши учебники, почему мы настаиваем, почему вам иногда тяжело, потому что, ну, посмотрите учебник, даже базовые дисциплины, те, которые анатомия, биология. В биологии вы много нашли, так сказать, в российских учебниках, те, которые у нас сейчас есть, молекулярной биологии или того, что пригодится вам в будущем. Нет. То есть вообще нужно изменять парадигму. И об этом думаем не только мы. Об этом думают все. Сейчас изменения пошли. Вот это трехуровневое образование – это не что иное. Не надо ругать баллонскую систему. Медицинское образование и баллонские процессы – это совершенно разные вещи. То есть баллонская система, она не коснулась медицинского образования. В медицинском образовании есть так называемые международные стандарты качества медицинского образования. И они приняты. Шестилетнее образование. И первичная аккредитация. И вот то, что отказалась Россия от интернатуры, это тоже, потому что мы переходим на эти всемирные стандарты качества с европейским уклоном. И потом будет эта ординатура от двух до десяти лет, может быть, даже будет. И потом континуум, вот это вот через всю жизнь образование. Здесь не надо этого ругать. Просто мы сейчас, коллеги, мы вынуждены перепрыгивать через некоторые эволюционные ступеньки, которые, так сказать, проходились другими странами. Вот. И мы через них перейдем, мы сделаем это, и будет все нормально. То есть, скажем так, вот то, что мы пытаемся внедрить у нас в институте, да, жесткие требования, да, тяжело учиться, да, так сказать, как бы прессинг такой. Но вы посмотрите, как в Германии. В Германии, если ты не сдал экзамен, две попытки, тебя переводят на повторный год. Если ты повторный год прошел и не сдал экзамен, тебя отчисляют без права пожизненного получать медицинское образование. То есть, здесь требования не пережаты, требования ничего, мы просто хотим. Вот, если честно, вот все симпатичные лица, которые сидят, я хочу, чтобы, когда вы начнете работать врачами, чтобы я не искал в телефонном справочнике Ивана Ивановича Иванова, которого я знаю, что он хороший доктор, или еще кого-то, чтобы я к любому из вас мог спокойно пойти и понимая, что вы сделаете все правильно, и вы меня вылечите. Вот это моя мечта. На самом деле, все зависит, в частности, от того человека, который приходит работать в большой коллектив, и насколько он настроен на плодотворный труд в коллективе медицинских работников. Надо сказать, что, конечно же, качество первичного образования в университете, оно крайне важно. Понять фундаментальные процессы, которые проистекают в организме человека, понять патофизиологические основы деятельности организма, это крайне важно, и на самом деле, во многом определяет качество врача, его первые шаги, его всю дальнейшую профессиональную деятельность, и во многом влияет на ту удовлетворенность пациентов, которая крайне важна на сегодняшний день для всего нашего общества. Такие достаточно жесткие требования к образованию нас это вполне устраивает, потому что я могу сказать, что когда вы начнете работать в клинике, легче вам не будет, потому что это каждый день борьба между, значит, несколько пассивной ситуацией к отношению и с вашей проактивной позицией. Потому что если вы не будете активную точку зрения по отношению к пациенту и к его проблемам занимать, то ничего хорошего не получится. Вам нужно сегодня учиться преодолевать, вам сегодня нужно обязательно учиться быть хозяином положения и идти вперед. И самое главное еще, вот уже на первом, на втором, уже на третьем курсе, я уже говорил не на четвертом, вот все, что вы сейчас получаете, знания, да, сразу их экстраполируйте. Могу ли я сейчас подойти к своей маме, к своему папе и начать лечить? То есть вот вы уже на четвертом курсе должны быть совершенно четко готовиться к этому. То есть вот когда ты, когда самый дорогой, самый близкий, вот ты готов уже применить то, что ты получил. Если не дополучил, доучивай, доучивай, доучивай. Андрей Павлович, у меня вопрос к вам. Вот наше журналистское образование построено на том, что у нас теория идет наравне с практикой. То есть мы проходим теорию и сразу практикуемся. А как обучаются в вашем институте будущие медики, когда вообще первый раз можно человека, студента, медика допустить к настоящему больному? И вообще насколько важна практика в нашем медицинском образовании? Спасибо. Павел, я не буду теоретизировать. Я говорил уже про французскую, про немецкую систему. Вообще классическая и в Японии вот так называемая лестница. А в середине в виде, ну как буква Н. То есть базовое сначала, там фундаментальное образование. И только после третьего курса клиника. Сейчас появилась схема, которая называется Z. То есть когда уже маленький треугольничек клинического такого вот уже внедрения, он уже появляется на первых курсах. Почему мы создавали вот этот симуляционный центр? Потому что вся отработка, которая должна быть первичных навыков во всех специальностях, она идет по симуляционному центру. Только потом ты уже когда сдал, ты доходишь до пациента. Ну это понятно, не экспериментируйте, потому что могу сказать, что я сам на больном учился делать уколы. Это неправильно. И я перепутал. Там надо было иглу быстро вводить, так сказать, а потом медленно раствор. Я помню, что что-то быстро, что-то медленно, так сказать. И я наоборот иглу вводил медленно, а раствор быстро, понимаете? Больно. Да, но если бы меня проверяли сначала, так сказать, и допустили вот к этому через зачет какой-то, поэтому, ну я думаю, а потом вы, а вы сами не, вот безопасность жизнедеятельности, вы где проходили? Ну вот даже там, вы, понимаете, не на плакатах вы учились, а уже там вы друг на друге пытались, так сказать, там повязки накладывать, еще там все остальные первые навыки, поэтому... Я думаю, я ответил на ваш вопрос, да? Спасибо. Хотел бы начать с того, чтобы выразить благодарность руководителю клиники Казанского федерального университета, который сделал изысканный комплимент журналистам. Он сказал, я цитировать уж не буду, все помнят, да, что он сказал? Он сказал, что вот благодаря напору вот негативной реакции СМИ по отношению к медицине, к здравоохранению, из нее, вот в ней остались только самые преданные, вот только самые лучшие. То есть мы здесь СМИ поработали как санитары леса. Распугали всех, кто в общем... Кто в общем себя не очень хорошо чувствует и не по призванию пришел, а кто по призванию, тому и СМИ не страшны. Так вот, это, да, нечасто услышишь такой комплимент, что СМИ распугали медиков. На самом деле, конечно, мы с вами понимаем, что дело не только в этом, и может быть не столько в этом, а проблема в изменившемся отношении людей, общества в целом, ко многим специальностям, профессиям, к медикам в том числе. Ну, мы понимаем, да, о чем говорим. Постоянные сюжеты. Фельдшеры избили, санитары избили, там врачи и скорой помощи. Вот в том интервью, которое упоминалось, которое послужило за травку в определенной степени этой беседы, там ведь вот этот вот главный уролог, если я правильно помню, он говорит, и совершенно справедливо говорит, вот что еще каких-то там 40 лет назад, а уж если брать там дореволюционные времена или начало 20 века, девушка приводит жениха к родителям и говорит, он будет врач. И в избе светлеет, потому что родители понимают, что девочка будет пристроена, что она будет в тепле, в достатке, в случае чего он же ее еще и полечит. Да, то есть вот отношение общества к медикам, к врачам, это было почетно, это было здорово. Кстати, к инженерам было такое же отношение, правда? А сейчас популярный анекдот, а выпускник КХТИ встречается, и выпускник вот мединституту, допустим, да, не будем говорить об институте фундаментальной медицины, мединститута, и вот они встречаются один там другому, вот как я там, допустим, там что-то пожаловался, а тот задумчиво на него смотрит и говорит, эх, я как подумаю, какой я инженер, так что-то мне и не хочется у тебя лечиться. Вдогонку к теме. Среди серьезных опасностей и опасений о будущем качестве наших медиков все сильнее звучит и то, что касается знания ими иностранных языков. По мнению большинства экспертов, сегодня уже невозможно быть классным медиком, не погружаясь ежедневно в мир разработок своих коллег из США, Германии, Израиля, Японии, десятков других стран-лидеров в здравоохранении, где практически значимые открытия происходят стремительно быстро и озвучиваются преимущественно на английском языке. Знание языков в целом для профессионалов будущего практически всех сфер деятельности станет очень скоро головным конкурентным преимуществом. Уже сегодня ни хороший медик, ни хороший официант, ни хороший стилист, ни хороший физик-ядерщик, меди-специалист или специалист той же IT-сферы не могут быть в полной мере приняты глобальным сообществом, если круг их знаний ограничен одним языком. Таковы реалии жизни. Вот о том, как решается этот вопрос при помощи Казанского федерального университета наш следующий сюжет. Кстати, вот обратите внимание на ученика пятого класса Кирилла Синяшина, который уже выступает в федеральном университете на тему интегрированное изучение английского и татарского языков, а сам учит английский и немецкий в придачу. Вот против таких профи очень скоро многие из нас могут оказаться совершенно неконкурентоспособными. Смотрите сами. Знания английского языка в современном мире становятся не только желательным, но и модным. Это можно заметить на примере ежегодной конференции «Языковой вкус эпохи Казанского федерального». Хотя конференции этого года уже 16, а по счету желающих с каждым годом становится только больше. Мы понимаем, что в нашем глобализованном мире без знаний иностранных языков, и в частности языка международной коммуникации от английского языка, жить невозможно, особенно молодому поколению. Потому что молодое поколение, оно прагматичное, оно достаточно амбициозное, и видит себя не только в продвижении своей карьеры, так скажем, видит не только в рамках Российской Федерации, но и за рубежом. Но интересовать учеников изучением языков стараются в школах уже с ранних лет. Для этого татартанские учителя используют всевозможные методы, привлекают детей к конкурсам и конференциям. Очень многое количество детей на самом деле интересуется, но зачастую они не знают, к кому обратиться и где можно это найти. Если к нам ученики обращаются с подобным родом вопросов, что они хотят более глубоко и более насыщенно ознакомиться с каким-то материалом, мы только за. Это нас очень радует, и нам это тоже интересно, потому что зачастую на научно-практических конференциях мы освещаем те вопросы, которые не используются в школьной программе. Пыдливые умы, которым школьной программы мало, нашлись в школах и гимназиях по всему Татарстану. Более 150 учеников представили свои доклады на разных языках. В этом году также появилась новая секция, где изучается использование английского языка в разных сферах. Например, шестиклассница Настя изучила методы перевода художественных произведений из татарского, русского и английского языков. Я читала произведения, точнее, отрывок произведения Марка Твена «Приключения Тома Сойера», и для меня на английском произведение читается легче, чем на татарском. О том, как знание международного языка важно, понимают даже самые маленькие. Но это не предел, ведь выступать с докладами можно на любых языках мира. Сегодня я выступал на русском языке. В конференциях я уже участвую пятый раз. Мне это очень нравится. И сегодняшняя тема у нас была интегрированное изучение английского и татарского языков. Хочу очень сильно поучаствовать в лингвистической категории, потому что я очень люблю языки, и я сам изучаю английский и немецкий. Продолжая тему конкурентоспособности. Самое время напомнить, что еще один глобальный вызов диктует нам время. Тут даже и знания языков обывателями могут отступить на второй план. Вон, несколько дней назад опробированы электронные синхронные переводчики. Они как блютуз надеваются на ухо и переводят вам автоматом с десятков языков мира. Синхронно переводят. И в этом случае, и еще в тысячи направлений, подобных этому, речь идет о гигантских работах по внедрению в нашу жизнь искусственного интеллекта. Процесс стал необратимым. И важно успеть, как говорят студенты, в него вписаться. 14 февраля в Казанском федеральном университете начала работу конференция, проводимая совместно с крупнейшей IT-компанией мира Intel. На ней были представлены передовые модели программирования и новейшие программные инструменты этой компании, необходимые для достижения максимальной производительности завтрашнего дня. Корпорация Intel сейчас активно продвигает свою систему искусственного интеллекта. Надо сказать, что их несколько уже существует в мире. А именно второй ее этап развития – Deep Learning. Эта концепция предполагает создание системы, которая способна самостоятельно обучаться, используя нейронную сеть и принимать решения на основе имеющихся данных. Вот это да. Смотрите сами. Конференция Intel Software 2017 HPC Code Modernization Artificial Intelligence, проводимая Казанским федеральным университетом совместно с крупнейшей IT-компанией мира Intel, начала свою работу. В течение мероприятия приглашенные спикеры представляли передовые модели программирования и новейшие программные инструменты компании, необходимые для достижения максимальной производительности завтрашнего дня. Второй день конференции посвящен искусственному интеллекту, то есть Machine Learning, Big Learning и так далее. Что это немаловажно, это абсолютно новая область. Там еще хороших разработок мало, это прекрасная возможность создавать свои стартапы, сделать что-то такое прорывное и выдающее, и стать новым Биллом Гейсом, или Цукербергом Марком, или там Сергеем Брином. То есть поэтому слушайте внимательно. Стоит отметить, что у директора по продажам и маркетингу Intel состоялась встреча с ректором Казанского федерального Ильшатом Гафуровым. Это уже не первый визит господина Де Варгни в КФУ. Тем не менее, сторонам было, что обсудить. А именно, корпорация Intel активно продвигает собственную систему искусственного интеллекта. В связи с этим компания выступила с предложением принять в обработку систему базы данных различных научных исследований, проводимых в КФУ. Это позволило бы Intel развивать и обучать свою разработку, а университету по-новому структурировать большие объемы текущей информации. «Современные технологии приходят в вузы, высшеучебные заведения, что наши студенты, наши партнеры-работодатели здесь, в одном зале, и будут сегодня слушать и активно осваивать современные технологии от компании Intel». На конференции представители компании Intel отметили, что полностью готовы вложить время и силы в совместные исследования. Это, несомненно, даст новый старт для совершенно новых исследований на более высоком уровне. На сегодняшний день в России пока что не существует специализированной программы по подготовке специалистов, готовых работать с искусственным интеллектом. Успешный опыт такого взаимодействия корпорация имеет только в США. Но это только пока. Как резюмировали представители крупнейшей IT-компании, у КФУ есть все шансы стать примером успешного сотрудничества Intel в России. Искусственный интеллект, чудеса медицины и биологии, невероятные открытия и разработки физиков, химиков, исследователей, недр и айтишников – все это, как и иные чудеса 21 века, коих становится с каждым днем все больше, а их влияние на нашу жизнь все стремительнее, требует и иного подхода к знаниям и навыкам специалистов, популяризующим достижения науки в обществе. Вообще мы живем в интересное время. Наука и ее достижения стали, если можно так сказать, в моде. Но как и мода, что одевает нас, мода на знания требует своих стилистов, тех, кто умеет доступно и внятно объяснять и миру, и даже иным профессионалам, что для нас значат те или иные научные прорывы. Вот таких специалистов, медищиков и пиарщиков и собрали в одном зале на минувшей неделе в Казанском федеральном университете в рамках лекций, что организовали наши партнеры из РВК «Коммуникационная лаборатория» и «Университета ИТМО». Некоторые фрагменты этого поучительного для популяризаторов знаний разговора смотрите сами. Научный коммуникатор так называют героев, благодаря которым наука становится востребованной в обществе. Они понимают, как устроен рынок меди и мир науки. Они не ученые, но хотят сделать ученых героями нашего времени. Сейчас таких специалистов в России мало. Одним из редких сообществ пиарщиков в сфере науки является РВК «Коммуникационная лаборатория». Представители этой организации встретились с казанскими журналистами, пиар-специалистами и учеными в Казанском федеральном университете. Два года назад начали путешествовать по регионам и ездим в основные такие крупные города, где есть центры науки. И, конечно же, федеральные университеты в городах становятся первыми претендентами выступить площадкой. А если еще проявляется заинтересованность с их стороны, то, конечно же, это потенциальное партнерство, и мы всегда рады приехать в гости. На лекциях слушатели узнали, как коммуникации могут воздействовать на репутацию и научную эффективность вузов. Гостем вечера стала и Санкт-Петербургский исследовательский университет ИТМО, который активно стремится сделать науку общедоступной. Университет ИТМО и Казанский федеральный совместно работают над проектами популяризации науки. Нам интересно вместе развивать научную коммуникацию в России, не сидеть в каком-то пузыре, делать это в собственном городе или в собственном университете, а делать это глобально, масштабно, на федеральном уровне. Мы пытаемся наладить диалог между разными аудиториями, то есть не только, допустим, обывателем и ученым, а, допустим, между ученым и бизнесом, между ученым и представителем власти, ученым и, может быть, ученым. То есть, на самом деле, научная коммуникация, она объединяет все возможные форматы. Научным коммуникатором, кстати, может стать каждый, кому интересна наука или журналистика, а главное верить, что наука – это модно. Вот все ждут традиционное шоу. Но сегодня мы вместо уже привычного музыкального фрагмента, который обязательно вернется в следующем выпуске, хотим предложить вам разговор о самом любимом в народе, уж тем паче, в молодежной среде шоу – о КВН. Мы начинаем КВН. 23 сезон. Для чего и для кого? Об этом самые узнаваемые лица КВН Республики и России рассказывали на специальной пресс-конференции в нашем шоуруме. Тут было все по-КВНовски. И гости, и их рассказы, и вопросы-ответы журналистов, проходившие в форме КВН-разминок. А главное – в зале царили-парили ожидания. Ожидания праздника юмора и молодости. На сегодня я прощаюсь с вами на неделю, а вы погружаетесь в прекрасный мир КВН, что стартует в Республике очередным сезоном уже через пару дней. Всего вам доброго! Безусловно, у нас есть и в этом году, и на будущий год стратегические задачи. В чем они состоят? Я считаю, что стратегические задачи, часть из которых мы уже начали реализовывать это – вернуть в Казань первую лигу, подготовить команду и наконец-то показать, что Татарстан – это тот самый регион, у которого есть сильная команда, которая способна завоевать золотые медали в высшей лиге. И мы в этом году хотим предложить всем КВНщикам одну очень новую и интересную лигу – лигу КВН «Инополис». Как она будет функционировать, пока, я вам скажу честно, не знает никто. Но то, что ребятам и командам будет интересно играть в этом нашем самом молодом и самом перспективном городе «Инополис» – это, я думаю, что тоже такой сюрприз, интересная новость и, наверное, уже потом новое развитие и самого КВНовского движения. Я вот как раз лет 20 назад стал доходить до истины, и не устаю ее повторять, что на самом деле вот тот КВН, который мы видим по телевизору на Первом канале – это, вообще говоря, надстроечное явление. А главный-то КВН, вот главное, для чего он существует – это тот КВН, который существует на уровне республики, края, области. То есть, вот там, где люди живут и работают. И это, понимаете, такая двоякая штука совершенно, потому что, с одной стороны, КВН создает атмосферу самоиронии, которая позволяет и легче переживать трудности, и не почивать на лаврах, то есть, на самом деле, работает на прогресс. А с другой стороны, ведь КВН прививает вот этим вот молодым людям, и не только тем, которые занимаются этим непосредственно, но и вокруг него существует огромное количество любителей, которые тоже заражают за этим. Так вот, КВН прививает уважение к уму и целеустремленности. То есть, это тоже те качества, которые делают прогресс. Вот сейчас я хочу по этому поводу высказать одну такую мысль. Вот, может быть, немного парадоксально, но мне кажется, что какая-то доля истины в этом есть. Понимаете, с одной стороны, понятно, что именно такие приоритетные позиции Татарстана вообще в стране, да, они привели к тому, что такое внимание уделяется молодежной политике, и такое внимание уделяется КВН. Но с другой стороны, учитывая то, что я сказал, и то, сколько КВНщиков сегодня занимают серьезные государственные посты, может быть, и приоритетное развитие КВН создает тот факт, что Татарстан продолжает занимать передовые позиции по всем показателям, понимаете, в стране. Да будет так. Олег Платонов, газета «Бизнес онлайн». Для чего Амику еще раз возвращать первую лигу в Казань, и что это даст Татарстан, на ваш взгляд? И, Андрей Станиславович, вопрос, во сколько это обойдется, и кто будет спонсировать этот праздник юмора? Хорошо. Ну, смотрите, во-первых, Амику понятно, для чего возвращать первую лигу в Казань, абсолютно. Дело в том, что в Казань возвращается первая лига уже в третий раз. И если посмотреть на историю этой первой лиги, а для Амико самое главное – это выход творческий. То есть, что за команды, сколько их на выходе, и каких успехов они достигают. Выясняется, что в те годы, когда первая лига была в Казани, это именно самые удачные годы по продуктивности первой лиги. Поэтому связано это со многими моментами, но какие-то моменты субъективные, но есть совершенно объективные показатели, связанные с такой очень мощной административной структурой, с одной стороны, и с другой стороны, с интеллигентной казанской публикой, которая, на самом деле, очень важна, кстати говоря, потому что какие бы там усилия не прилагались в других городах, где-то они были хуже, где-то лучше, но тем не менее, вот эта вот аура публики, которая не совпадает с московской никак, она приводила к тому, что в этом городе выигрывают те команды, которые потом в Москве проваливаются. А вот есть Казань и есть Минск, по большому счету еще, два города, в которых примерно... И Казань ближе всего. Это публика, которая ближе всего реагирует так же, как московская. Поэтому те команды, которые здесь не просто сидят члены жюри и что-то такое там себе выдумывают. А жюри может голосовать спиной, понимаете? Оно и так почти всегда это делает, потому что очень трудно как-то не обращать внимания, на то смеется зал или нет. Вот. Вот. Можно я добавлю на этот вопрос? Теперь наш интерес. Наш интерес заключается в том, что вы посмотрите по годам, когда приезжала к нам первая лига в Казань, именно примерно в это время, 1998 год, 2002 год, начинался форсированный старт татарского КВНа на высшую лигу. То есть мы начинали эти движения очень серьезные, когда, во-первых, наши команды, наши актеры, наши авторы видели лучшие команды. Ведь к нам в первой лиге сейчас приедут Москва, Санкт-Петербург, у нас приедет команда Лондон, у нас приедет команда Иерусалима будет играть. Там 20 команд, я их, если нужно, мы вам как бы все названия... Это лучшие команды, команды, но я не имею в виду высшей лиги, которые на сегодняшний день есть в Международном союзе КВН, в АМИК. Мы, знаете, вот за эти годы, с 2003 до 2017 года, очень серьезно увлеклись внутренним юмором, внутренним таким. Вот для обихода. Смешно? Зрителю смешно. Но нам не с чем сравнить. Для того, чтобы нам сравнить, это нам надо дождаться Сочи, поехать туда посмотреть. Да, но это же единицы ездят в Сочи. А публику нужно приучать, вот именно чтобы шутки были общие, чтобы мы шутили на все темы. И как раз вот для нас самый большой интерес, что, во-первых, Лига будет здесь, и мы приучаем не только зрителей, но и наших КВНщиков смотреть серьезный юмор. Но и плюс к этому мы даем возможность, ведь этого не было никогда, чтобы АМИК дал возможность четырем командам из Татарстана участвовать в первой лиге. То есть фактически это очень серьезный прорыв. Ну и команды молодцы, конечно. Теперь о вопросе финансирования. Это совместный проект Международного союза КВН, компании АМИК и Татарстана. Безусловно, эта лига несет расходы. Хотя команды приезжают самостоятельно, размещаются они самостоятельно, обеспечиваются питанием они самостоятельно. Хотя в других, я так скажу, видах спорта это не происходит. Но здесь это все команда платит самостоятельно. Плюс к этому команды платят, но это организационный взнос, но это понятно, потому что есть расходы. Во-первых, эти игры будут транслировать не только телеканал ТНВ. Эти игры будут транслировать федеральный канал. То есть Михаил Научев сейчас приехал, он после пресс-конференции сразу уезжает на телевизионную съемочную площадку, потому что он будет встречаться с операторами, с режиссерами. Это еще один плюс наш. Вот мы когда начинали снимать шоу «4 Татарина», кто помнит, здесь в зале сидели, это же было просто, извините меня, просто промахи были, не попадали в шутки, не попадали в репризы. Слава богу, что у нас есть такие люди, которые сегодня приедут, подскажут, как правильно поставить камеры, как правильно настроить, как поймать шутку. У нас ведь нет даже такой культуры, чтобы операторы приходили на репетиции. А как можно, не придя на репетицию, снимать игру КВМ? Ты просто снимаешь там красивую девушку, а в это время звучит шутка, и ты не попадаешь. Просто не попадаешь в шутку, и материал уходит. То есть это тоже наш интерес, интерес Татарстана. И безусловно, есть моменты, которые берет на себя республика. То есть это у нас залы, и кстати, между прочим, в Татарстане залы по аренде очень недешевые. Очень недешевый зал. У нас есть транспортные расходы, у нас есть организации, связанные с телевизионной съемкой, как техника оборудования. У нас очень серьезная сейчас техника в Казани есть, которая снимает телевизионные продукты, но больше они связаны со спортом. Мы их сейчас тихонечко, немножко стараемся ориентировать уже на такие творческие проекты. И Михаил Иванович будет с ними сегодня пытаться выстроить этот момент с точки зрения КВНа. Потому что очень важно, с Амиком сейчас договоренность достигнут, но самые жесткие позиции договора с Амиком связаны с телевизионной съемкой. Вот все хорошо, договорились, все молодцы, все партнеры, эти хорошие, эти хорошие, но самые жесткие условия договора, они стоят по телевизионной съемке. Если мы будем выдавать не очень хороший продукт в эфир, Михаил Иванович, у него улыбки на лице больше не будет, потому что он отвечает за это круглосуточное вещание федерального канала КВН. Вот эти игры будут, наши казанские, показываться на этом канале. Мы когда-нибудь надеемся, что и республиканские игры наши будут на федеральном канале. Ну посмотрим. В общем, три составляющие тут есть. Это и телеканал Амик вкладывает в этот продукт серьезный, то есть к нам приедут редактора, то есть это Айадар Гараев, то есть мы этого человека видели раньше только в жюри, там как-то эпизодически, но он будет здесь работать, и он будет... Алексей Ляпчик, то есть это люди, которые будут воспитывать. Я вот Олесе все время говорю, Олесе, давай там мы экскурсии по Казани им сделаем. Она говорит, Олесе, какие экскурсии по Казани? Они вот сюда приедут, их как закроют, и они будут там круглосуточно репетировать свои программы. Потому что первая лига, это лига, где формируются профессионалы, и растить этих профессионалов будут именно в Казани, и мы этому обстоятельству очень рады. Давайте перейдем к сессии именно разминки, потому что у нас уже, по-моему, есть вопросы у студентов. У меня неразделенная любовь. Все люди как люди, а я Путина люблю. По-моему, очень хороший вопрос. Да, да. Время пошло. Олега, можно пригласить в КВН-то играть? А можно мы тоже будем? Он, кстати, несколько раз до его творческой карьеры был в шаге от КВН. Можно мы тоже будем отвечать? Да, 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 кстати. Ребята готовы? Олег, ты просто сейчас ступор вел. Ребята готовы? Кстати, спикеры готовы? Итак, первый спикер у нас, да, или как? Два раза будем. Задавай вопрос еще раз. У меня неразделенная любовь. Все люди как люди, а я Путина люблю. Так, ребята говорят, что пока не готовы. Они не готовы. Вы не готовы? Нет. Вы не готовы? Давайте, задавайте. Еще раз. У меня неразделенная любовь. Все люди как люди, а я Путина люблю. Все правильно делаете. Бизнес онлайн вопросов нет, красавчики. Давайте еще раз. У меня неразделенная любовь. Все люди как люди, а я Путина люблю. А вы уверены, что он вас не любит? Главное, чтобы он отвечал вам взаимно. Вопрос, пожалуйста. Уже микрофон где-то Ильдар нашел. Молодец. А можно мне на Олега вопрос тоже ответить? Ильдар, а ты выходи сюда. Лен, дай еще вопрос. Иди к нам, Ильдар. И в какую команду? В туре? Давай, Олег. У меня неразделенная любовь. Все люди как люди, а я Путина люблю. А я в Татарстане живу, и в Неханове. Конъюнктурщики. И у него точно разделенная. У меня вопрос. Дорогие команды, уважаемые команды. Лена, с микрофоном. Почему-то не работает. Работает, все слышно. Уважаемые команды, скажите, пожалуйста, чем наставники в шоу «Голос» отличаются от сегодняшних спикеров? Так время пошло, да, ребята думают. Мы на него сразу отвечаем. Почему? У нас кресла не разворачиваются. Мы не поворачиваемся. Так, я мешаю операторам. Мы не отворачиваемся. Так, ну что, ребята, готовы? Ну все, уже ответили. Все, дальше вопрос. Еще раз вопрос, пожалуйста. Пропускаем. Пропускаем, не готовы. Хорошо, следующий вопрос. Кто готов задать в зале? А что ж такое? Давайте мы еще раз... Давайте мы за них ответим. Давай, задавай еще раз. Слушайте, кто в кубке победил, я не могу понять. Скажите, пожалуйста, чем наставники шоу «Голос» отличаются от сегодняшних спикеров? А среди нас нет Политы Гагариной и не будет. В перспективе. Хотя жаль. Готовы, ребята? Ну давайте. Марат, скажи, пожалуйста, чем... А ты зачем в «Бейджике» сочинском пришел? Сегодня сочинское, фестивальное настроение. Фестивальное настроение, отлично. А чем наставники шоу «Голос» отличаются от сегодняшних спикеров? Да почти ничем. Градский также посередине сидит. Так, вопросы в зале, ребят, у кого еще есть? Пожалуйста. Даша Долгова, первый ряд, пожалуйста. Микрофон, пожалуйста. Скажите, почему не представили Владимира Леонова в зале? Да вот так вот. Вас не смущает, что вас тоже не представили сейчас? Это был ответ? Хорошо. Следующий вопрос, пожалуйста. А, можно, давайте, задавайте еще раз. Еще раз задавайте. А, готовость на такие. Почему не представили Владимира Леонова в зале? А он здесь инкогнито. Он здесь, спасибо. Так, вопросы в зале еще для разминки. У кого? Студенты. Вот, пожалуйста. Сейчас. А, на Леонову еще один ответ? Да, еще раз. Повторяй без микрофона. Повторяй без микрофона. Скажите, почему не представили Владимира Леонова? Не так важно, представили Владимира Леонова или нет. Насколько долго внимание. А внимание нужно обращать не на слова, а на сердце. Греет сердце, светится лицо. Ой, я прошу тебя. Так, пожалуйста, следующий ответ. Леонид Леонид Леонид. Сегодня праздник Дня Святого Валентина. Скажите, а как будет любовь по-татарски? Спасибо. Хорубь. Мне нравится вопрос. Олег, ты готов показать? Ты уже будешь не в шаге от КВН. Вообще, такой серьезный ответ. Любой по-татарски будет моя попытка номер пять. Потому что эта команда... У нас была впервые в истории такая разминка, телевизионная разминка на фестивале. Мы записали десять передач, посвященных исключительно разминке. По полчаса такие были игры. И надо сказать, что там был проведен кастинг с ковровыми бомбардировками до этого. И отборочные соревнования. И вот моя попытка номер пять была. Одной из 27 команд, которые всего отобрали, и она участвовала. Спасибо. Вопрос, пожалуйста, повторите. Вопрос. Сегодня праздник Дня Святого Валентина. Скажите, как будет любовь по-татарски? Сирень не приехала, Люба. У нас так было написано в подсказках. А можно повторить? Потому что даже я не расслышала, ребята. Вы уж сами-то не смеетесь над своими ответами. Дайте зрителям. Повтори, пожалуйста, ответ его не было слышно. Ну, Адельиза, у тебя вопрос. Сегодня праздник Дня Святого Валентина. Скажите, как будет любовь по-татарски? Сирень не приехала, Люба. Они также на сцене вели. Сирень не приехала, Люба. У нас так было в подсказках написано. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова